всем привет сегодня у нас в обзоре советские позолоченные часы и цены на них у меня был ролик на канале он касался по поводу банкнот купюр редких номеров также цены там был у меня целый листочек и списаны я увидел вашу ответную реакцию вы поставили достаточное количество лайков нажали на колокольчики подписались новые подписчики всем огромнейшее спасибо и сегодня будет такая же вкусная информация ну естественно кто-то знает кто-то не знает но большинство тех кто не знает итак поехали в советском союзе было выпущено очень много часов женских мужских позолоченных на этих часах есть маркировка а у а у 5 а у 10 а у 12 с половиной и а у 20 а у 20 считается самая дорогая потому что там больше позолоты начнем мы с обычных а ушек аурум это золото две первые буквы от слова аурум вы можете дома достать все свои желтые часы позолоченные и увидите эти маркировки вот такая заря еще на женские ценятся больше всего мужские часы это у нас даже кварц чайка теперь у нас пойдут двадцатки самые самые вкусные часики их любят антиквары перекупщики вот очень хорошо видно а у 20 и чуть позже я вам покажу цены на листочек я все записал вот такие часики полет с календариком это тоже у нас а у 20 и с браслетом после просмотра видео вы будете уже в курсе всех цен поэтому огромная просьба поделиться этим роликом с друзьями с коллегами по работе и вы уже на рынке либо в антикварном магазине вы уже не прогадаете по цене это у нас восток это у нас ау-10 десяточка это такие вот необычной формы заря тоже десятка чуть потертая но ничего страшного такого критического нету как по золото часы улетят на ура кардинал это у нас также десятка вот эти три еще десятки идут вот видно ау-10 вот это все ценится сейчас часов очень много выпущено поэтому они были есть и будут вот такой лучик интересный так а это у нас зим тоже десяточка вот замечательно видно поэтому вы с легкостью дома теперь посмотрите и будете вооружены информацией только на моем канале я все рассказываю вам и буду показывать и нижний ряд вот этот это у нас а ушки обычные вот женские заря еще одна заря если взять два вот таких корпуса женских это получится как одна мужская аушка вот например это как только вот такой вот один корпус поэтому это очень важно потому что они маленькие и на них позолоты также мало а мужские часы гораздо больше в объеме и соответственно позолоты на них больше вот и все вот такие двое часов тоже обычные ничего сверх естественного нету вот такие часы тоже а ушка заря вот такая они уже конечно потрепанные такие но те кто люди занимаются снятием позолоты кстати если вы новичок то настоятельно вам не рекомендую этим заниматься потому что очень такие тяжелые последствия поэтому только профессионалы ну и тем более если у вас допустим несколько часов есть я считаю лучше продать человеку или скупщику на рынке но естественно по разумной цене ты пускай они там уже сами занимаются и так теперь самое интересное это цены маркировка на часах а ушка цены значит я записал в гривне рубли и доллары поэтому очень много смотрят меня из россии также будет полезно если вы еще не в курсе и так если у нас а у цена в украине 70 80 гривен в рублях 190 рублей и на доллары 2.88 а у 5 90 100 гривен ну там зависимости от состояния и насколько затерт и корпус что значит затерт и это вот на примере вот этой зари вот по контура можно заметить она как бы вот такая вот затерт а отношения от пиджака от одежды ну и во время носки вот это вот означает затертость а у рум 5 90-100 гривен 238 рублей и в долларах 3.61 а у 10 180 или 200 гривен 476 рублей либо же 7.21 доллара уже так немножко поинтересные цифры пошли ну соответственно такие часы стоили и дороже в советском союзе а у 12 с половиной 190-210 гривен на рубли это 500 рублей на доллары 7.57 а у 20 это уже гораздо поинтереснее 280 или 300 гривен на рублей 700 14 рублей либо же доллар 10 долларов 82 цента вот такие вот интересные цены также что еще хотел добавить некоторые люди да в принципе и большинство их сдают перекупщикам либо антикваром которые сдают уже в свою очередь людям которые занимаются снятием позолоты но есть часы сами по себе которые стоят дороже вот например такие часы то что у меня есть это полет делюкс автоматик с календарем вот конкретно эти часы они ношеные если их выставить в интернет ориентировочно где-то так за 1000 гривен то их можно реально продать и на них маркировка а у 20 стоит эти часы очень ценились в советском союзе и воспринимались людьми я категорически запрещаю вот такие часы сдавать на переплавку если они у вас в адекватном состоянии то лучше их протереть салфеточкой если есть какие-то жировые следы от носки все это убрать почистить но если они такие то есть не покоцаны не убитые вот и стекло и корпус и можно смело выставлять в интернет вот по крайней мере вот у нас можно x спокойно выставить и за 1000 и за 1200 если такие часы у вас находятся новые в коробочке абсолютно не ношеные то их ценник может достигать ориентир две тире две с половиной тысячи гривен это только в украине если вы выставите такие часы на заграничные интернет-площадки то ценник может даже достигать из 120 130 долларов 150 на тех сайтах можно посмотреть вот почему люди выставляют подобные часы но даже в таком состоянии можно попытать счастье и выставить туда если вы еще новичок на моем канале 22 февраля моему каналу исполняется ровно один год если ты хочешь научиться понимать в часах статуэтках фотоаппаратах наградах иконах игрушках и так далее то именно для тебя у меня 22 февраля будет розыгрыш на котором я разыграю абсолютно бесплатно курс по антикварному бизнесу первом комментарии я укажу ссылочку и если вы успеете конечно до 22 то обязательно перейдите выполните все условия и участвуйте надеюсь сегодняшнее видео вам понравилось вы записали цены теперь вы все знаете и вы можете сами прекрасно теперь вот отталкиваться от увиденных цен и не нести на рынок не сдавать это в два в три раза меньше а вы можете сами теперь выставлять в интернет на различные сайты и чуть-чуть даже больше набросив чем они стоят уже торговать и зарабатывать подписывайтесь на канал ставьте лайки задавайте вопросы в комментариях до новых встреч